Добрый день, друзья! Вы на канале Уютное Чаепитие. С вами я, Ирина Резвая. Не выдержала я. Отодвинула я все-таки вот эту тумбу. Все за ней намыла. Залезла рукой немножечко туда за шкаф. Это сейчас буду убирать. Ой, ой, ой. Вот, убирать, обтирать. Сверху будет клеенка. Здесь уберу. И не выдержала я. Отодвинула холодильник. Тоже сейчас там намою. И буду я спокойно, что у меня чисто. На зиму там все намыто. Ну, не совсем, конечно. На зиму я имею в виду, что уж так глобально-то отодвигать не буду. Хотя дома я двигаю постоянно. Оботру здесь стенку шкафа сразу же. Видите, пыль. Так, ну что, я продолжаю. И у меня уже вот это второй мешок с мусором. Вчера выбросили четыре, наверное, мешка мы выбросили. Плюс еще так что-то все в контейнеры вывозим. Там, где вывозят постоянно, друзья мои, не просто куда-нибудь. Освобождаем. Очень грязно хожу. Очень грязно. Скоро уже ехать. Хоть оставайся. Но остаться не могу. Возможно, приеду сюда пораньше. Так, все. Вам показала. Отсчиталась. Работаю дальше. Друзья, с этим углом я разобралась. Намыла везде. За холодильником. За тумбой. Ну, здесь не намыть за ним он стоит. Он там у него. Не залезть под него. Сколько могла рука, залезла с другой стороны холодильника и тумбочки. Здесь все внизу намыло. Осталось только намыть в следующий раз холодильник. И намыть окна. Потом вот эту тумбочку еще обтереть. Вот эти места, темные уже, потемневшие от времени. Их потом постепенно с моющим средством. Вот ножки. Постепенно все это я, конечно же, отмою. Не все сразу, друзья. Не все сразу. У меня уже все. Вода почти вся кончилась. И печь. Больная моя тема печь. Ладно. Попробую все-таки я сделать так, как Коля мне сказал. Здесь всю клеенку сняла. Обтерла по-хорошему. Это не оттирается. Это нам все зачищать. Надо мне узнать, что по реставрации этих шкафов. И так как я нашла еще один, второй вот такой шкаф. Рядышком весить его к печке, конечно, нельзя. Но я попрошу Колю этот шкафчик мы перевесим повыше. И точно такой же сделаем пониже. Будет вот такой, как шкафчик купе у нас. Ну, дача есть дача. Я считаю, что на даче это самое то, друзья. Правда, самое то. Занавески сняла. Сейчас занавески сниму отсюда. Сокон до серванта не дошла. Мужчины уже скоро заканчивают работу. Нам скоро выезжать. Смотрите, что я еще успела сделать. Вот я вымыла все-таки вот этот наш, нашу прихожую, нужно так сказать. И посмотрите, я убрала, видели, да, в прошлом ролике, что здесь все были тумбы. Одну я тумбу вынесла. Она часть вот такой вот тумбы тоже массив. Вынесла пока на мосточке, на улицу. Все под ней намыла. Передвинула эту тумбочку. Все у меня, я знаю, что у меня уже под тумбочкой. Все намыто. Это старый пол, друзья. Просто поэтому он так выглядит. Я знаю, что это уже все чисто. Тумбочку я еще не обтерла, еще пока руки не дошли. Внутри там коленные тела. Он говорит, я разберу их сам. Аккуратненько потом разберу. Здесь я поставлю воду. Но воду надо будет тоже на какой-нибудь палет. Придумаем какой-нибудь палет, чтобы сырость не была на полу. Так, что еще? Посмотрите, покажу вам, какая цепь сделана. Ой, тяжелая. Смотрите, как еще закрывается. Ой, мне даже не натянуть ее. А вот. Сейчас. Вот так вот. Дом, видимо, на зиму закрывали. Видите, окна высоко. Дом закрывает. Ломиться никто не будет, потому что кругом здесь соседи. Вот такая подстраховка. Вот так вот сделано. То же самое есть и на сарайке. Не знаю, на бане есть или нет. Ну, в баню там кто пойдет. Вот так вот. Пока нету забора, да? Не было забора у людей. Вот так вот делали. Себя обезопасили. Да, главное, друзья мои. Я уже поговорила с соседом, с Николаем. И он нам сделает. Сюда выведет розетку. Вот здесь будет розетка. И будет три прожектора на той стороне дома. Здесь будет на углу. И вот здесь. Потому что мне тут темно. Если мне оставаться одной, мне не по себе. Я хочу, чтобы все освещалось. То есть здесь будет светло. По крайней мере, если я сяду вот за столик, да, я уже буду видеть, что кто-то там идет. Тем более будет потом интернет. Берет он недорого. Он сказал, что купить. В общем, проведет нам сюда свет. В октябре у него тоже будет отпуск. А может и пораньше проведет. Колюшка у меня еще там красит крышу. Они ее уже с другой стороны покрыли. Сейчас туда не пойду. Он у меня там, видите, трос трясется у меня там на защите. Не буду отвлекать. То есть ходить туда. Зачем? Миша там помогает. В общем, на следующие уже выходные покроют металлочерепицей ту сторону. И уже начнут обшивать тоже ОСБ. Ну, зато крыша теперь уже не будет дождь лить туда. Все равно защита уже хорошо. Вот такие дела, друзья мои. Так, что мы собираемся домой. Мне еще надо намыть посуду. Здесь еще чашки хозяйские. Моя сковорода чашки. Их тоже надо намыть. В общем, все потихоньку разбираю, разбираю. И я вам скажу, что да, я с собой довольна. Потому что все равно дело двигается. Порядки есть порядки. Их никогда не навести. Ой, так, на втором этаже свет закрылась такая, да. Свету-то нету, да. Но Николай сказал, ему пока некогда. Занавески еще мне надо снять. И не дошли. Снова у меня руки не дошли. До серванта. Возможно, я приеду. Потому что еще здесь работа. Это я вынула еще из сумок, что есть. Это полочка. Ее помните, мы уже не американцы. Ее тоже ставили. Эту полочку нашу. Поставлю в предбанечек. Верения, Коля прикрутит. Поставлю в предбанечке все шампуни. Потому что в самой-то бане жарко. Ну что, друзья мои, будем мы собираться домой. Посуду мою и домой поедем. Все, друзья мои, едем мы домой. Выезжаем на Соломбальский мост. На переправу выехали пораньше. Машин много. Но мы еще в первую партию попали. Ой, как я вот боюсь, когда они вот так вот езжают. Последняя переправа в шесть часов. Последняя переправа в шесть. Ну да, но все равно. Все равно пока загрузят, пока выгрузят. Так что едем. Надо что-то сейчас на ужин придумать. По-быстренькому. Да, Николай Александрович? Погода хорошая какая. Была бы вся осень такая. Теплая. Солнечная. Завтра уже увидимся дома, друзья. Все. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok